Лаишевский район республики Татарстан, суббота, 14 часов 12 минут. Именно в это время поступило первое сообщение о пожаре на полигоне ТБО. Тогда, когда многие были на работе, кто-то отдыхал на даче и даже не подозревал, что может произойти нечто подобное. Огонь затронул площадь порядка 150 квадратных метров. К счастью, сгорел только мусор. Хозяйственные постройки и люди не пострадали. Но едкий дым все же успел добраться до ближайшего населенного пункта – деревни Орел. Сосимный заполнил? Да. А дым? Тоже много было. На месте работало более 30 единиц спецтехники. Каждые 10 минут вертолет с воздуха сбрасывал на место пожара около 3 кубометров воды. Но этого оказалось недостаточно. Мусор на полигоне разнородный и по расположению больше напоминает слоеный пирог. Это значительно усложнило процесс тушения. Ведь, чтобы изолировать его от кислорода, приходилось заводить грунт, причем в больших количествах. Имеется пустота значительная. Имеются крупногабаритные сгораемые материалы, такие как остатки пиломатериалов. Имеется мелкий мусор. Это затрудняет тушение водой и оставляет нам единственный только способ – это засыпка грунта. Что же касается влияния на окружающую среду, то здесь беспокойства были развеяны экологами, которые не раз выезжали на место и брали пробы воздуха. По результатам анализов, превышения предельно допустимых концентраций выявлено не было. Тление мусора продолжалось еще несколько дней. И вроде бы уже проблема стала сходить на нет, как еще новость – пожар на полигоне ТБО, но уже в Лениногорском районе. В 6.30 поступило сигнал у меня на телефон от пожарной части о том, что горит полигон ТБО, Лениногорского района. После чего мы собрали экстренное заседание КЧС, приняли меры, предупредили предприятие и приняли меры по ликвидации пожара. Огонь раскинулся на трех квадратных километрах. Очагов оказалось несколько. В тушении были задействованы две пожарные части – химическая станция и бригады МЧС. Сбить пламя общими силами удалось. Но вот чтобы устранить очаг, приходилось подвозить грунт. Что же становятся причиной таких возгораний летом? Несоблюдение технологии, высокая температура или же опасные газы? Нужно при пропуске автомашин с мусором, так скажем, чтобы тщательно проверялось, чтобы там не было тлеющего мусора, потому что летнее время, больше 30 градусов, отходы, они при разложении выделяют биогазы, и они легко воспламенимы. Это естественный процесс. Он может произойти действительно в любую минуту, потому что в процессе разложения органических веществ, которые находятся в теле полигона или свалки, происходит выделение метана. Метан – газ, горючий метан – газ взрывообразный. То есть метан – это один из газов, который находится в смеси, которыми мы включаем газовые плиты. Получается, что смесь всего того, что поступает на свалку, дает такую химическую реакцию, что полигон в жаркую погоду превращается практически в бомбу замедленного действия. И опасность ее заключается не только в том, что она может вот-вот рвануть, но и в том, какие вещества она выделяет в атмосферу. При сгорании в таких природных условиях, скажем, поливинилхлоридных материалов, шланги, пленки, материалы конструкционные из поливинилхлорида, температура там как раз 600-700 градусов, это идеальная температура, образуется диоксиной. Диоксиной образуется только, я хочу подчеркнуть, не сжигание не любых полимеров, а только поливинилхлорида, то есть полимеры, которые содержат хлор. Исходя из того, что к нам на полигоны поступают отходы несортированные, это и пластик, это и полиэтилен, это и различная другая органика. Вот они все горят, и продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. Они выбрасываются в атмосферу без всякой очистки. Почти в каждом районе республики есть хотя бы один полигон. В общем, их более 40. Чтобы не допустить таких случаев, на свалке должна регулярно производиться засыпка. Хотя и это, как оказывается, не всегда спасает. Что уж говорить о несанкционированных свалках, где за технологией никто не следит, и где в любой момент на жаре может произойти нечто подобное. Пожар уже в прошлом, и сегодня жителям близлежащего поселка ничего не угрожает. Почти ничего. Ведь корень проблемы, мусорная свалка площадью в 6 гектаров, осталась. И дать гарантии, что здесь, либо на любом другом полигоне, не произойдет возгорание, никто не может. И этот факт еще раз заставляет нас задуматься о необходимости мусоросжигательного завода. Зарина Ахметова, Роман Безменов, 7 дней.